Сегодня мы приготовим замечательное блюдо для тех конечно, кто любит баранину. Я купила молодого барашка в Киеве на Бессарабском рынке, потому что мы недалеко живем, в пригороде от города, попросила на рынке, чтобы мне мясо, заднюю часть молодого яхненочка, порубили на кусочки толщиной 2-3 сантиметра, разогрела сковородочку грей, сковородку вок для грибов, и обжариваю мясо 4 переворота по 3 минуты. Я люблю прожарку медиум. Если кто-то любит медиум ру, что допускается для ягнятины, говядины, баранины, то по 2 минуты, по 1,5. Степени прожарки я расскажу вам в своем следующем видео, когда буду готовить говядину. Вот мясо мы обжариваем, переворачиваем. Хотите сделать насечку кубик, меняйте положение. Солим, перчим мясо уже в конце, когда вот выкладываем на фольгу и запаковываем мяско для того, чтобы оно дошло там. Опять же, зависит от того, сколько будет мясо у вас в фольге лежать. 5, 10, 15 минут. От этого будет зависеть, опять же, степень прожарки. Чем дольше мясо в фольге будет лежать, тем оно будет лучше проготавливаться. Учитывайте это. Баклажаны мы подготовили. Соль, перец, масло положили на сковородочку гриль. Обжариваем. Тем временем готовим соус. Для овощей и мяса, медово-горчичный, положили мед, растительное масло, горчицу, выдавили сок лимона и все тщательно перемешали. Баклажаны мы обжарили с двух сторон, сняли, положили багет, обжариваем, как под гарнировку к мясу. И вот выкладываем уже все. Мясо у нас отдохнуло в фольге. У меня обычно 5-10 минут. Так, чтобы теплое было. Потому что я же говорю, я люблю среднюю прожарку. Хотя, люблю как бы и медиум ру, сыроватая, вот с розовой кровью. Но муж мой не очень предпочитает такое мясо, поэтому выбираем золотую середину. Медиум вел, сильную прожарку, я вообще не приемлю. Это не для нас. Оформляем блюдо. Хотите в праздничном варианте, хотите как на каждый день. Ну, мы стараемся хорошие продукты выкладывать красиво и жить празднично по мере возможности. Поливаем все соусом, делаем под гарнировочку с томатов. Выложили овощи, багетик, посыпаем кунжутом. По желанию бокал вина, приятного всем аппетита! До новых встреч, мои родные!